Дай почитать. Прямо скажу, желательно. Книга дискуссионная, серьезная и будоражащая. Это второе дополненное издание. Не дискуссионно только одно. Книга удивляет с первой страницы. И это изумление, ошеломление и чувство открытий чудных растет в геометрической прогрессии. Здесь много умного, по-честному злого, философского и беспощадного. Например, оковы не надо разбивать. Они падут сами, когда перерастешь их. Дар – это наиболее острая, предельная форма проявления собственности. Хочешь получить человека на пять минут – действуй листовкой. Хочешь на неделю – действуй статьей. Хочешь на всю жизнь – действуй книгой. А ведь правда, образ практически не поддается разрушению. Мы знаем Петра I по роману Алексея Толстого и советским фильмам. И никакие факты историков, никакие научные работы и ссылки на документы не способны разрушить этот цельный образ. Да, только внести незначительные коррективы. Когда-то Оскар Уальд сказал – жизнь подорожает искусству. И это приводит к мысли о том, что контроль над искусством и его производством – речь идет о книгах и фильмах – это контроль над жизнью и ее производством. Эту книгу культовой эпохальной назвала читающая молодежь, а скандальной и провокационной – мастодонты российского рекламного рынка. И те, и другие оказались правы. Книга беспощадна в отношении политического закулисья, а также резко критикует российское рекламное и пиар-сообщество, называя их сборищем непрофессиональных мошенников. Авторы книги пытаются помочь пиару самоопределением. Они развенчивают миф о том, что пиар и реклама – близнецы-братья, близкие-родственники. Нет, они настоящие враги, у которых методы работы различны. Самые революционные мысли книги – субъективность, разум и свобода – есть инструменты манипуляции, а вовсе не противоядие от нее. А также миф о том, что Запад механистичен, а Россия духовно – это только миф. На самом деле главное оружие Запада – его ложь и обман, его умение впаривать всем и все. Книга убеждает, что экономика вторична. Современный меч – это меч информационный. Авторы резюмируют. Россия – самая неманипулируемая страна в мире из-за отсутствия своих манипуляторов. Без государственной идеи, без идеологов, социальных программистов, без современных методов и форм пропаганды. Дорогие слушатели, вместе с авторами книги «Уши машут ослом» ликвидируйте отставания в гуманитарных технологиях. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!